СТРЕЛКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ Однако подавляющее большинство здесь составляют ветераны элитных подразделений со всего мира. На стрельбище Нопкрик фестиваль проходит уже более 35 лет. За это время тут были продемонстрированы сотни образцов различного оружия, начиная от штурмовых винтовок и заканчивая мортирами времен Первой мировой. На этих кадрах дивизионная пушка калибра 76 мм. Ее прототип разрабатывался в Российской империи еще в 1900 году. Дивизионная пушка была основой артиллерии и использовалась для поражения живой силы противника. Позднее так называемые «трехдюймовки» прошли Первую мировую войну. Выстрелами из дивизионных пушек уничтожались даже танки. Сегодня этот эксклюзив в рабочем состоянии доставлен и испытан на полигоне в Кентукки. На шоу можно встретить не только военнослужащих, но и заядлых коллекционеров оружия. Миниганы, винчестеры и снайперские винтовки – все это участники привозят с собой. Перед вами станковый пулемет «Браунинг-М2», разработанный в 20-е. Его модификации сейчас находятся на вооружении многих армий мира. С помощью такого пулемета можно уничтожать пехоту, легко бронированный транспорт и даже вести огонь по низколетящим самолетам. Более того, во время Корейской войны на «М2» устанавливались оптические прицелы. Это позволило использовать пулемет для снайперской стрельбы. Таким образом, солдатам не составляло труда ликвидировать врага на рекордном расстоянии – 2 километра. «Браунинг-М2» получил широкое распространение и в авиации. Во времена Второй мировой им комплектовались истребители, штурмовики и бомбардировщики. Сначала я коллекционировал пистолеты. Я из Мичигана. Там хранение пулеметов до недавнего времени было запрещено. Но когда закон позволил приобретать такое оружие, я очень обрадовался. Мишенями в «Ноп Крик» становится все, что попадается под руку. Ржавые автомобили и катера, газовые баллоны и даже старые холодильники со стиральными машинками. Несмотря на это, чтобы всласть попалить, необходимо изучить правила стрелкового шоу толщиной с увесистой рекламной буклет. Чтобы не оглохнуть, участники обязаны носить наушники. В «Ноп Крик» категорически запрещен алкоголь и наркотики. Именно поэтому за более чем 30-летнюю историю здесь не произошло ни одного серьезного инцидента. В перерывах между стрельбой каждый желающий может полетать на вертолете армии США «Белл Ю Эйч-1 Иракес». Такие вертолеты проявили себя еще на войне во Вьетнаме. Боевая версия «Иракеза» оснащалась двумя пулеметами калибра 7,62 мм и блоками неуправляемых ракет. Это значит, что траекторию движения такого снаряда нельзя корректировать. Она рассчитывается только благодаря баллистике. Покорив воздушное пространство, можно пересесть в танк. Например, в М3 «Стюарт» времен Второй мировой. В 40-е годы было выпущено более 20 тысяч этих машин. «Стюарт» стал самым массовым танком за всю историю танкостроения. В ранних модификациях он имел клепанный корпус и башню. Несколько позже, для большей защищенности, ее решили заменить сварной. Основное орудие танка – 37-мм пушка. Рядом имеется спаренный с ней пулемет. На фестивале любой может попробовать себя в роли водителя этой боевой машины. Даже ребенок. Больше трех тысяч человек на стрельбище напоминает сплоченный полк солдат. Девиз у всех один – боевой дух и дисциплина. Истории бывалых офицеров сменяют часовые выступления важных гостей. Местный сенатор приезжает в Нобкрик уже не первый раз. «Каждый из нас сможет приобретать и свободно носить с собой оружие. Но мы не залезаем в соседские дома и не угрожаем друг другу. Это очень хорошо. Важно, что мы помним – война давно закончилась. Это всего лишь отдых». После захода солнца в Нобкрик можно стать свидетелем поистине впечатляющего зрелища. Посетители называют его «искрящимся безумием». Собравшись вместе, участники шоу выходят на стрелковые позиции. Их оружие заряжено трассирующими боеприпасами. При выстреле эти снаряды светятся в темноте, оставляя за собой яркий шлейф. Это похоже на фейерверк в новогоднюю ночь. На поле боя трассирующие патроны используются для указания цели артиллерии или для поджигания легковоспламеняющихся материалов. Дело в том, что в основании пули содержится пиротехническая смесь. Благодаря ей солдат видит движение снаряда, а значит, при последующем выстреле может скорректировать его траекторию. Участники шоу утверждают, но крик как наркотик. Побывав здесь единожды, возвращаешься вновь и вновь. По их мнению, среди сотен тысяч отстрелянных патронов и клубов пороховой гари витает какая-то непередаваемая романтика. Даже несмотря на то, что после окончания территория фестиваля похожа на обугленную пустыню. Остается добавить, что Кентукки считается самым стреляющим штатом Америки. Огнестрельное оружие здесь не запрещено вообще, и пушки под подушкой нет разве что у маленького ребенка. Удивительно другое. Грабежей и убийств в этом штате на порядок меньше, чем в каком-нибудь захолустном городке России, где любое застолье легко перерастает в боевые действия.